Повысить престиж рабочих профессий и специальностей, интегрировать достижения учащейся молодежи в социальное развитие страны, способствовать привлечению внимания государственных органов и общественных молодежных организаций к проблемам данной категории молодежи, стимулировать социально значимую деятельность обучающихся и студентов. Да-да, все это цели арт-профи-форума, который недавно стартовал в нашей республике. Кому он интересен и почему стоит в нем участвовать, расскажет гость нашей студии Мария Гошева, председатель Коми-регионального отделения Российского союза молодежи. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки этот проект, он федеральный, и сейчас стартовал региональный этап. Расскажите немножечко о конкурсе, в чем он заключается, для чего он сделан. Ну да, действительно, в республике Коми этот проект проходит на региональном этапе в третий раз. Соответственно, это федеральный проект Российского союза молодежи, который позволяет в регионах, так скажем, те цели, которые вы перечислили, реализовывать, способствовать раскрытию творческого потенциала молодежи в СУЗах, знакомить их друг с другом, потому что республика Коми – очень обширные регионы, соответственно, возможность собрать их на одной площадке. Это как раз арт-профи-форум. Он будет проходить по нескольким номинациям, и непосредственно в каждой из них участники смогут продемонстрировать свои таланты и рабочие, профессиональные так называемые, и просто творческие, надпрофессиональные. Вот этап региональный. Получается, съезжаются молодежь со всей республики? Или где-то в одном месте, или наоборот по городам? Они раскиданы. Да, мы приглашаем абсолютно все муниципалитеты республики Коми к участию. Сам очный этап арт-профи-форума регионального будет проходить в Сыктывкаре, поэтому все приезжают сюда, и это будет площадка, единая для них, для всех. То есть сейчас идет как раз-таки заочный этап? Да. То есть принимаются заявки, да? И что нужно присылать, кроме заявки? Ну, есть номинации, как я уже говорила, и студенты, вообще организации, сами выбирают, в какой им поучаствовать, где они наиболее себя видят, как проявить и победить, соответственно, и они подают заявку установленной формы, описывают все свои достижения, направляют нам в свой портфолио. Эксперты по каждой номинации сформированы, и, соответственно, будут оценивать какие-то заочно, ну, чтобы не приезжать многим участникам, потому что удаленные регионы. Ну, и некоторые из номинаций будут очными на гала-концерте 29 марта, как раз будет проходить он, где они покажут все свои таланты широкой аудитории. Назовите хоть одну номинацию. Хорошо, но есть номинации «Творческая профессия», это конкурс песен и творческих номеров о профессии, это конкурс в номинации видеороликов о рабочей профессии, это джинглы, это новое, когда 30 секунд какой-то, знаете, такой популярный рим. То есть, например, сварщик выходит и поет песню про то, какая замечательная профессия это, да? Все верно. Есть видеоблогинг для тех, кто занимается, так скажем, блогингом в сфере рабочих профессий, популяризирует это все. В общем, куча творческих номинаций, все они есть в положениях, где можно ознакомиться в социальных сетях и так далее. Вот форум проходит уже в третий раз. Что показывает опыт прошлых лет? Насколько востребован он, да. Действительно, опыт, конечно, не сильно большой, но во второй раз уже гораздо было больше участников, а в третьем мы ждем еще больше. Есть реализованные проекты. Одна из номинаций — это социальные проекты, реализуемые как раз ребятами из СУЗов. Поэтому мы видим, как они развиваются, как они знакомятся, демонстрируют свои таланты на выставке, так скажем, их проектов, их номинаций и так далее, и так далее. В общем, разрастается интерес к рабочим профессиям. И самое интересное, что мы привлекаем школьников к тому, чтобы увидеть, да, как... То есть школьники могут поучаствовать в такой момент? Они приходят на гала-концерт, чтобы увидеть вообще, что происходит, что за... Какой классный и веселый может быть собачь. Да, на самом деле. То есть пропаганда не только высших образовательных учреждений, но еще и СУЗов, и, соответственно, школьники могут, и плюс мы привлекаем работодателей, так или иначе, которые могут с другой стороны медали, так скажем, посмотреть на ребят, которые изучают рабочие профессии так называемые. Кто может принять участие? Как это сделать? Принять участие могут все студенты СУЗов, Республики Коми, старше 15 лет. Это вот такой один из возрастных критериев. В организациях уже есть положение, соответственно, студент может обратиться к педагогу-организатору либо к директору своего учреждения. Ну и если вдруг в социальных сетях, арт-профи-форум, Республика Коми, вся информация доступна, и мы уже широко ее распространяем среди участников. Какое время еще это можно сделать? До 18 марта включительно принимаются заявки. Дальше до 28-29 марта будет заочный этап. Ну и 29 марта мы встретимся на Коммунистической 25 в Большом актовом зале на гала-концерты творческих, так скажем, профессий, номеров. Мы верим, что в нашей Республике просто полно творческой и креативной молодежи. Да, поэтому торопитесь, есть еще время, пишите заявки, проявляйте свое творчество. А вам, Бария, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо.